На первую в этом сезоне тренировку пришли как дети, так и взрослые, даже со своими домашними питомцами. Каждый из более чем сорока человек с нетерпением ждал возобновления занятий. Пришли позаниматься, провести вечер пятницы культурно, так сказать. Вы планируете полностью заниматься все дни, которые будут? Как получится? А как отреагировали, когда узнали, что были такие возможности? Обрадовались, конечно. Целый год этого не было. В прошлом году перерыв был. Я давно ждала эти тренировки. Последний раз я приходила в 2019 году на занятия. В 2020 году, к сожалению, мы пропустили. В 2021 году я здесь, как только объявили, на первой тренировке. Где-то два года назад ходила сюда. Весь сезон практически проходила. Было очень интересно. Мы здесь занимались спортом. Было очень весело. И по итогу нам вручили медали. То есть было очень клево. Как-то так. Силу почувствовали после тренировок в себе? Да, я очень хорошо форму у себя вошла в свою форму, которая была раньше. Теперь вот решила тоже через год, тоже пока лето, зарядиться тренировками. Если человек что-то делает, результат всегда виден. Это вот всю жизнь так. Если человек делает вид, ну, к сожалению, результата нет. Поэтому вся программа сделана так, чтобы вы результата добивались. Всегда есть чем заняться, самое главное. То есть фитнес-клуб ограничен стенами в этом плане. Да, и творческим подходом не все решается. Ну, вот для меня, с точки зрения философии, это новое деяние, новая жизнь. Принять участие в проекте может любой желающий, вне зависимости от возраста и физической подготовки. Всех ждут в парке спорта Алексей Смертинов в 19.00. Во вторник на social dance и в пятницу на силовую тренировку. Занятия проводят профессиональные тренеры и фитнес-инструкторы. Целый час движения в современном динамическом формате и с музыкальным сопровождением. Кстати, в конце сезона подведут итоги проекта. Самые активные горожане получат от спонсоров призы и подарки. Как мы видим, упражнения легкие. Легкие в том плане, что они доступны всем и сможет сделать и ребенок, и взрослый человек. Они доступны каждому. Но перед каждой тренировкой важно одеться правильно и, конечно, размяться. Дмитрий Дорозов, Алексей Фризин. День Столка.